Вот она связи, шикарная стратегия по Звездным Войнам, где вы сможете проходить сюжетные кампании, схлестнуться с реальными игроками в сетевой битве, или вовсе реализовать свой творческий потенциал в специальном редакторе. Вот эту стратегию сегодня вам и покажу. Непременно поддержите видеоролик лайком и своим комментарием, а канал подпиской. Начинаем. Сперва вам необходимо приобрести игру Man of War Assault Squad 2, она же в тылу врага 2 Штурм. Затем перейти в мастерскую, выбрать фильтр по количеству подписчиков, найти Star Wars Galaxy at War, оформить подписку, спуститься в описании и найти ссылку на сюжетную линию, и также подписаться. Если вы вдруг что-то не найдете или уже запутались, оставлю все необходимые ссылки в описании к этому видео, не волнуйтесь. Запускайте игру в обычном режиме, приходите в настройки, моды и выбираете то же самое, что сейчас на экране. Что ж, я вас поздравляю, теперь можете либо проходить кампанию, то бишь одиночную игру, либо реализовывать сокровенные желания в редакторе. Кстати говоря, сейчас на экране показываю, как его запустить. Желаю всем приятного времяпрепровождения. Как уже мною было отмечено, у вас есть три опции игры в данную стратегию. Первая это прохождение сюжетной линии, вторая сражение по сети с реальными игроками, или же третье созидание в редакторе, где мы собственно сейчас и находимся. Сразу скажу, что это волшебная, фундаментальная вещь, где вы можете реализовать свой, возможно, режиссерский потенциал, кто знает, создавать какие-то битвы, или наоборот, реконструировать из существующих фильмов, мультфильмов, мультсериалов, сериалов и так далее, что вашей душонке, как говорится, угодно. Вот сейчас перед нами стоит Энакин. Энакин, здравствуй, поздоровайся со зрителями. Энакин поздоровался. Он нам будет сегодня помогать в небольшом таком мельком обзоре. Я вам сегодня продемонстрирую, какие фракции тут существуют, какие персонажи и все остальное прочее. Будем делать это в редакторе, не в сюжетной линии или где-то еще, потому что это намного легче. Нас тут никто не торопит. И все остальное. Вообще-то на канале уже есть более подробный обзор на данную игру. Если что, подсказка в правом верхнем углу или ссылка на видео будет в описании, можете глянуть. Сейчас же я пробегу и совсем быстро покажу самое главное. Итак, здесь имеется множество фракций. Также разработчики не чураются какими-то нововведениями от аудитории, как видите, вот добавляют. Но посмотрим сегодня основное. Естественно, имеются две основных эпохи. Это войны клонов и гражданской галактической войны. К сожалению, первого ордена в ванильной версии этой игры нет. Но зато существует масса дополнений, где не просто будет первый орден и сопротивление. Ничего только нет. Но сегодня мы посмотрим чистую стандартную игру. Итак, конфедерация независимых систем или сепаратистская армия дроидов. Добавим обычного Биуан, например, вот этого вот парня-стрелка. Так он выглядит. Энакин, ты не волнуйся, он с тебя не стрельнет. Я не позволь этому гаду совершить подобную подлость. Итак, республиканская великая армия республики. То бишь, в основном это клоны. Но и не только. Здесь имеются также герои. А давайте возьмем и его, пожалуй, героя какого-нибудь довыставим. Ну, скажем, мой любимый офицер это был капитан Рекс. Вот, собственно, и он. Второй фазы брони. Это что касательно войны клонов. Но ведь я еще и сказал, обещал вам, что продемонстрирую эпоху галактической гражданской. Пожалуйста. Здесь имеются повстанцы. Давайте возьмем какого-нибудь... Да, здесь тоже имеются B1-дроиды. Но это, в принципе, логически, что повстанцы крали у... Значит, дроидов у Империи. Давайте возьмем какого-нибудь обычного паренька. Ну, это у нас релот. Пусть будет, скажем, Сэн. Да, пустыня. Что-то, в принципе, такое. Ну, например, вот его с этим вот бластером. И, конечно же, представителя нового порядка Великой Галактической Первой Империи. Это штурмовик. Боец штурмового корпуса. Вот, кстати, и он. Но здесь важно отметить, что ведь в Империи был не только один штурмовой корпус, а и основная армия. Вот, собственно, она здесь и есть. Давайте вам покажу. Армии Трупперс. Вот это бойцы обычной армии. Я знаю, многие об этом говорят. Ну, и, конечно, если я не поставлю символ Империи, это какого-нибудь воина штурмового корпуса. Ну, пусть это будет, скажем, боец Кулака Вейдера. Вот этот красавец. Вот, собственно, и все эпохи. Но также деть существует. Как вы могли заметить или не заметили. Например, значит, мафия Зана. Вот, собственно, и сам Тайбер Зан. Короче говоря, здесь полная, как говорится, свобода творческой мысли. Можете создавать все, что угодно. Да, также присутствует и транспорт. Давайте я вам его быстро тоже покажу. Вот, например, давайте возьмем что-то у имперцев. Что-то среднее. Например, ИТ, известный всем. Так, давайте вот так сделаем. ИТ, ДП. Ну, здесь есть еще и АТ, СТ, естественно. Вот он. Посадим пилотов, обычных штурмовиков. Не будем заморачиваться сейчас. Посмотрим, работает ли он. Да, как видите, работает. И он очень себе стоящий внимания. В общем, вот такой АТСТ или ИТСТ. Называйте как душе угодно. Конечно, поставим что-то республиканское. Республика без шагохода АТТЕ. Это уже не республика. Здесь он также присутствует. Вот он. АТТЕ или ИТТИ. Ну и, естественно, у повстанцев был тоже шагоход. Но постараемся показать более их уже известный танк. Это ААЦ1 или ААЦ. Вот этого я точно, к сожалению, не знаю. Уж извините. Так, ну и, конечно, посмотрим фракцию конфедерации независимых систем, что же тут у дроидов. А у дроидов, между прочим, интересно. Их танк ААТ. Он взят здесь из мультсериала «Звездные войны. Войны клонов». Можно даже посадить дроиды. Давайте сделаем их четыре. Вот таким вот незамысловатым способом. И посадим в этот вот ААТ. Кстати говоря, здесь даже имеется расшифровка «Armored Assault Tank». Вот поэтому он и называется ААТ. Кому интересно. То есть здесь вы даже в этой игре узнаете больше о «Звездных войнах». Вот такой вот красавец. Давайте стрельнем. Чудесно. Имеется много различного вооружения. В том числе и ракет. В общем и целом вы можете делать невероятные, устраивать баталии в редакторе. Проходить существующие миссии, которые, говоря, не только были созданы разработчиком данной игры. Но и в том числе поклонниками «Звездных войн», которые тоже учитываются и добавляются. И поэтому вы можете этим всем наслаждаться. Ну или тоже принять участие в развитии этой игры. Ну или если вам не нравится ни редактор, ни игра в одиночку, прохождение каких-то сюжетных миссий, можете схолестнуться со своим другом в ожесточенной схватке в режиме мультиплеере и показать, кто настоящий хозяин галактики. Желаю приятной игры. Все необходимые ссылки, как я уже и ранее отмечал, будут в описании. Ну а это конец видео. Обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Ото, еще увидимся.